Целью и задачами нашего студенческого конструкторского бюро является развитие научно-технического творчества студентов и молодежи. Студенты конструируют не только сами схемы, но и их начинку, то есть те мозги, которые являются интеллектуальной начинкой всех этих робототехнических систем. У нас в СКБ долгое время разрабатывалась тема передачи информации на очень большое расстояние, скажем, до 300-400 километров. То есть, скажем, мы хотим управлять каким-то беспилотником на расстоянии 300 километров. Что мы для этого делаем? Мы поднимаем еще несколько беспилотников между ними, и они осуществляют такую ретрансляцию сигнала. То есть для решения этой задачи нами было разработано специальное оборудование, которое мы протестировали вот на этом беспилотном летательном аппарате. То есть вы видите антенну, всенаправленную, которая осуществляет приемы передачи информации. Внутри стоит автопилот, который осуществляет удержание самолета по определенному курсу. Собственно, был разработан еще вот такой беспилотный летательный аппарат, по форме напоминающий летающую бочку, ведро, ступу, что-то такое. Он имеет, если вот так вот на него посмотреть, профиль крыла, внутри устанавливается вот сюда, устанавливается двигатель и вот такой пропеллер. Здесь устанавливаются рули, которыми он осуществляет, ну то есть стабилизацию во время полета. То есть когда нам не нужно зависать на месте опере, дислоцироваться очень быстро, он ложится вот так вот на крыло и по сути летит как реактивная бочка. И за счет того, что винт защищен, вы можете, допустим, спокойно с помощью этого устройства осматривать здание. Инициатором строения квадрокоптеров был студент первого курса Павел Сидоренко. Он строил квадрокоптеры разных схем и отрабатывал систему пилотирования. Встал вопрос о квадрокоптере для реального применения, например, для аэрофото и киносъемки. Вот сейчас у нас он уже имеет настроенный автопилот и систему, настроенную систему аэрокиносъемки. Он ориентируется по GPS-навигатору, прокладывает свой маршрут и может вернуться в точку вылета. Съемка пейзажей, строений, кадастровые какие-то объекты можно фотографировать. Также наблюдения за территориями можно проводить с помощью этого аппарата. Ну и в военной структуре могут, например, охрана границ, охрана каких-то складов. На базе нашего СКБ мы делаем 3D-принтеры. Печатать он может подобные пластиковые детали, достаточно сложные по конструкции. Прелесть еще данной технологии, Reprap, то, что она в свободном доступе. Ну, например, как Linux-система. То есть любой желающий может взять исходники и на свое усмотрение уже дорабатывать. А доработка, соответственно, доработками уже делится с сообществом. Делается деталь в 3D-редакторе. Потом она, соответственно, добавляется в специальную программу, которая разбивает 3D-модель на слои. Соответственно, принтер уже по командам этой программы наносит слой за слоем. Все, что можно смоделировать, можно напечатать. В тему мобильных ретрансляторов у нас в СКБ была разработана еще такая специфическая вещь, похожая на летающую тарелку. То есть это представляет собой мобильный ретранслятор, который поднимается в воздух в быстрые слои воздушные. То есть это порядка 15-20 километров. И там зависает. Сверху ретранслятор будет обклеен солнечными батареями пленочными. То есть пока, собственно, батареи у нас в наличии нет, поэтому он остается в виде разработки. Для того, чтобы эта летающая тарелка оставалась на месте, у нас приготовлены такие, собственно, назовем их ушки. Они будут по краям, с двух сторон установлены, и, соответственно, задавать ей направление. Эта идея задумалась с таким расчетом, что если мы этот летательный аппарат поднимем на высоту до 1000 и выше метров, она дает возможность наклонить очень большую поверхность. К примеру, вся Новосибирск, весь город можно накрыть, так сказать, без дополнительных каких-то конструкций. Сам профиль тарелки является ничем иным, как крылом, но круглым. Поэтому она не требует постоянной скорости. Теперь при падении она имеет очень маленькую скорость снижения. И падает она примерно как лист, вот таким вот образом. Потом выравнивается, и за счет вот этого отверстия, где находится винт, ее надо размещать в местах, где отсутствуют воздушные коридоры движения авиации. Мы показываем наши разработки на различного рода выставках. И вот по ряду направлений мы даже имеем как бы протоколы-намерник. То есть нам говорят, сделайте, мы посмотрим, что у вас получилось, и, может быть, закажем вам целую серию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова